Свой путь мне явил, и пусть истинный свет ведет меня во всем. Бог, Он и так об этом знал, дай мне уверовать. Он и так тебя знает. Важно, чтобы всегда у тебя были старания. Когда ты стараешься, даже когда ты спотыкаешься, но когда ты стараешься, это то, что Бог учитывает. Правильное осознание и понимание Божьей любви поможет тебе в отношении к Богу вся надежда на тебя. Да, Господь Иисус. О, Халлилуйя, 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 Халлилуйя. Не забуду никогда, какова твоя цена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы превозносим кровь Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы поддерживаем Твое присутствие, мы почитаем Твое присутствие на этом месте и мы говорим спасибо, Дух Святой возьми все это собрание, возьми контроль над всем происходящим во время этого собрания, во время всех служений в этом помещении, ибо мы рабы Господа и Дух Святой ты хозяин здесь, Господь свой, благодарим тебя. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа, Амин, 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 Аллилуйя, воздайте Богу большую славу, Иисус на троне, Иисус Господь, и Он здесь среди нас, Иисус Господь, и Он здесь, Амин, Аллилуйя, Иисус здесь, и Библия говорит нам, что Иисус здесь Духом Святым, Амин. Знаете, временами ты ощущаешь, что Он с тобой рядом, временами ты особо не ощущаешь, но вы помните, последний собрание, когда я здесь проповедовал, когда люди шли из Эмауса, знаете, они могли не знать, что Иисус рядом с ними, но Иисус был с ними рядом. Пойми, Иисуса, Его присутствие не определяется мурашками или там, я не знаю, что, Его присутствие определяется твоей верой, настолько, насколько ты можешь верить, что Иисус здесь с тобой, Он и здесь, Амин. Не мурашками, конечно, я верю, что Бог, Он действует по-разному, ты можешь пережить как-то прикосновение, но послушай, все, что не по вере, грех. И написано в Библии, Сын человеческий, когда Он придет на землю, найдет ли Он веру? Найдет ли Он веру, именно, найдет ли Он веру в тебе? Нужна вера. В отношениях с Богом нужна вера. Как только у нас веры нет, как только мы перестаем верить, тогда, послушайте, у нас наша христианская жизнь превращается в религиозную просто жизнь. Просто это ритуал, который мы выполняем, всегда нужен элемент веры. Во всем, что мы делаем с Богом, во всем. Как бы ты не знал Бога, как бы ты не понимал Бога, всегда нужен элемент веры. Потому что, когда у тебя нет веры, значит, ты Бога уже знаешь до конца, а это невозможно. Поэтому всегда есть элемент неизвестности с Богом. Всегда должен быть элемент неизвестности. Боже, куда ты мне поведешь этот раз? Господи, как этот раз дальше как? Всегда есть вера. Всегда должна быть вера. Поэтому тренируй свою веру. Но вера отслышание. Поэтому мы собираемся здесь в церковь. Поэтому есть у тебя Библия дома. Поэтому есть проповеди дома. Чтобы ты мог упражнять свою веру. Амин. Чтобы ты и я, мы могли упражнять свою веру. Чтобы мы могли упражнять свою веру. Мы могли упражнять свою веру. потому что Библия говорит о вере мертва значит это возможно но послушайте есть вера есть живая вера есть действующая вера есть вера которая сегодня да и амин это есть вера Божия амин амин поэтому ты и я нам нужно верить я как и ты стою здесь я верю что Иисус здесь и ты спросишь пастор если ты его видишь глазами физическими я его не вижу но моей верою независимо от обстоятельства я знаю что он в моей жизни и он здесь независимо от того что я прохожу независимо от того что я переживаю Иисус Он обещал быть в своей церкви Иисус обещал быть с тобою что бы ты ни проходил и как бы ты это ни проходил каким ты путем бы ни там не упал если там у тебя есть покаяние если у тебя есть осознание этого Иисус тебя вытащит Нужно верить Сын человеческий пришел на землю найдет ли он веру там не написано найдет ли он христиан найдет ли он веру Ему нужна вера именно твоя вера Ему нужна моя вера Ему нужна наша общая вера как церковь когда мы верим вместе Амин воздайте Богу большую славу Халлилуйя Иисус Ты благ Ты прекрасен Халлилуйя Слава Богу Братья и сестры На самом деле Бог жив Амин Бог и сегодня реален Амин Бог и сегодня может и Он будет делать чудеса они не прекратились почему спасение до сих пор есть почему чудес мы видим что и закончились мы люди должны спасать до сих пор чудеса из-за нас будут сопровождать написано об этом же когда мы проповедуем евангелие люди спасаются чудеса будут просто надо больше нам посвящения больше молитвы секрет просто посвящение молитвы магии нету Амин Слава Богу Святой Халлилуйя давайте немножко чуть-чуть помолимся сидя Халлилуйя Господь мы превозносим Тебя мы благодарим Тебя Друг Святой мы дам Тебе это собрание веди это собрание веди нас открывай нам Твою истину открывай нам Божье Твое слово благодарим что Ты истинный Бог благодарим что Ты прославленный Бог спасибо Тебе мы любим Тебя Иисус мы благодарим Тебя что Ты здесь веди нас и говори нам учи нас через Своё слово во имя Иисуса Христа Амин Амин и сегодня у нас хлебопреломление я хочу немножко тоже словом делиться поэтому обычно вы знаете что когда хлебопреломление мы там чуть-чуть берем это 15 минут больше или 20 минут больше вы об этом знаете поэтому итак о чем я хочу поделиться это слово оно поднялось у меня когда мы были в Перу какой-то день я не помню среда или четверг я встал мы молились утром и после молитвы когда мы вышли и мы идем вдруг я Руслану говорю Руслан ты знаешь что есть люди которые как правильно как я это даже сказал есть люди которые хотят падения служителей которые хотят падения пастыров служителей я объясняю падение не в том что там люди там просто которые хотят тебе легче проповедовать я посмотрю на тебя если ты попадешь в мою ситуацию ну из этой серии то есть которые хотели бы чтобы проповедники оказались именно в такой же ситуации как он чтобы теперь проверить как ты запоешь другими словами я об этом не думал я не молился в эту сторону просто я просто скажу Руслан это и я говорю я сказал это опасно потому что сердце неправильно сердце не чистое я просто сказал и все возвращаюсь и слушаю о чем была проповедь потому что я не знал о чем проповедовал то есть я не просил тему я доверил брать то есть как то что у нас сердце есть он поделился и было как раз о сердце человек и я просто увидел как связь я проповедующий прослушал раз два пять прослушал и это слово возникло у меня поделиться я скажу это важное слово для каждого из нас будьте внимательны амин итак как называется тема испытание в нашей жизни испытание в нашей жизни я не буду многие вещи объяснять так как время уже идет у меня только 30 минут и 35 я скажу что мы с вами достаточно уже живем в этом свете чтобы понимать что мы встречаемся с различными трудностями в жизни и быть христианином не означает что у вас проблем не будет Иисус говорил об этом в мире будете иметь скорбь но умножайтесь я победил мир то есть Иисус как бы предупредил что будут трудности будут определенные сложности в жизни но ты должен мужаться ты должен быть сильным потому что Иисус говорит что я уже победил мир трудности они возникают по различным причинам есть момент когда это мы виноваты есть момент когда из-за кого-то попадаем в трудностях и есть момент когда Бог допускает что в нашей жизни чтобы мы могли укрепиться в своей вере и идти дальше чтобы проверить нашу веру чтобы испытать нас Бог он испытывает нас иногда но эти испытания это как тяжесть которую тебе дают когда человек идет на спортзал тренироваться он берет гантель тренер там есть тренер дает ему гантель иногда потяжелее и человек скажет тренер против меня нет тренер он не против тебя но это часто упражнение чтобы в следующий раз ты был сильнее ты мог это поднять но в начале мы можем быть против тренера что я подняю свои 5 хватит мне он говорит возьми 6 да я умру ты не умрешь возьми 6 и он рядом с тобой чтобы ты завтра послезавтра стал сильнее и ты мог поднимать 6 как ничего не было не думай что когда 6 закончится ты будешь в покое он тебе 7 даст чуть-чуть дальше и это без конца настолько ты идешь как и Бог с нами Бог временами он допускает определенные ситуации в нашей жизни чтобы как написано в Ветхом Завете испытать что внутри нас есть чтобы увидеть что оттуда вылезет но сегодня моя тема не в этих направлениях я взял другой ракурс я взял другую грань проблемы и трудности испытания в нашей жизни они учат нас трем вещам которые я взял для моей проповеди первое испытания в твоей жизни испытания в моей жизни они учат меня знать самого себя прежде всего испытания выявляют что внутри меня есть и что я с этим буду делать первую очередь испытания показывают как зеркало которые становятся перед собой испытания показывают тебя самого меня самого кто я если бы не испытания Петр всегда думал что он такой крутой такой сильный посвященный но когда пришли испытания он смог узнать что оказывается что он смог отреться от Христа до этого он же говорил да не будет этого с тобой Господи я с тобой везде пойду но когда пришли испытания когда пришли трудности определенные обстоятельства которые вынудили выпрыгнуть из его сердца тот страх который был признат что я ученик Христа когда великий Петр Петр рыбак трясется и боится служанки маленькая девочка она говорит идти бы с ними да не не если бы не испытания когда Иисус умер на городском кресте мы немножко говорили об этом когда я говорю за за Эмаус когда Иисуса положили в гроб потом не стало когда они увидели надежды свои нет надежды больше куда Петр пошел опять ловит рыбу он вернулся к тому к чему он привык он вернулся к своему ремеслу испытания выявляют тебя самого хочет знать что в тебе есть если я хочу знать что во мне есть это никогда все хорошо хотя и это временами показывает но обычно когда определенные обстоятельства давление тогда что из меня выходит только подумайте за учеников Иисуса Христа их 12 они сидят за столом ну возлегли так скажем Иисус говорит им кто-то из вас предаст меня один из вас и там никто из них не говорит Иисус я знаю это он каждый говорит не я ли Господи каждый из них написано об этом каждый потому что каждый был потенциален каждый имел потенциал предать Иисуса Христа не я ли а тот не я ли даже любимый ученик Иоанн и тоже не я ли все начали не я ли Господи никто не сказал это иуде я знаю он ворует деньги не никто не говорит Иисус спасибо за этот вопрос я так ждал два года спасибо задал вот это он никто каждый может быть я потому что сердце человека крайне испорчено Библия говорит об этом но когда мы попадаем в ситуациях в трудностях вот что оттуда выходит поэтому проблемы они как это как губка которая есть когда мы берем вот давишь и вот оттуда вытекает то что там есть проблемы они показывают тебя кто ты они показывают меня кто я давайте посмотрим историю за Иль Библия говорит нам об Иль это Якове 5.17 что Иль он был человек подобный нам он был из плоти и крови И в царстве написано эту историю об Иль он был человек подобный нам и была одна царица так скажем Изавел у которой были лжепророки которые служили ей которые были с ней одна же была явная конфронтация просто чтобы укоротить за время одна же была явная конфронтация между Иль и теми пророками которые были там там было 400 400 пророков он был один и были пары кто кого эти там танцевали прыгали все что смогли они не смогли извлечь огня из неба чтобы на жертв Иль помолился и огонь сошел на жертву насколько это было сильно он даже просил пожалуйста еще воду то есть типа усложняйте мне еще задание так скажем ну когда пришел огонь с неба огонь пожирал все и камни и воду и все и все и люди увидели что есть Бог в Израиле что Илья он с Богом что это муж Божий который совершает чудеса амин и даже его ученик когда Илья был перед тем как ну забран он говорит пожалуйста я хочу иметь вдвойне то что у тебя есть я хочу иметь вдвойне то что у тебя есть смотрите этот человек он ходил с Богом его помощник видел все это помощник не говорит я хочу быть похожим на тебя он говорит я хочу иметь то что ты имеешь апостол Павел говорит нам что мы подражали его понимаете о чем речь идет то есть подражали Павлу он говорит но ученик здесь говорит своему учителю дай мне то что у тебя есть он понимал что сила которая была не от него это было что-то которое было не от него от кого-то другого поэтому я хочу иметь то что ты имеешь только в дворе больше он сказал нет проблем если увидишь когда я буду взять получишь через него были много чудес конечно потом ученик взял намного в два раза больше точно как было сказано но что я здесь хочу показать люди увидели Илья как сын мужа Божий но потом Езавел он отправил гонца к нему и он услышал что хотят убить тебя Илья узнал что он разыскивается что хотят его убить и что он делает бегает он убегает в пустыне когда он убегает в пустыне через время от страха он там сидит все они говорят мою душу я ничего не хочу и так далее и потом он говорит такие слова это первое это царство 19 4 или 5 он говорит такие слова потом я не лучше моих отцов это 19 5 я после открывать или 5 стих не это это David 3 возьми 19 5 история или он говорит он пришел он сел там какого-то дерева да дерева и лег и заснул под можжевельником кустом и вот ангел касался его искай ему встань ешь и пей вернись назад возьми 17 5 это ряд чудес которые бог делал через или обеспечивали его кормлением я просто показываю что это человек который его вороны кормили он был близко с богом он знал бога но обстоятельства которые пришли теперь в его жизнь вынудили страх выйти хотя он только что огонь из неба извлек 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 через время он услышал что женщина убегает в пустыне он сам создает себе одиночество иногда наши проблемы которые мы имеем они показывают то одиночество которое у нас спрятано потому что царь или он убегал я один меня убит мою душу я один такой и потом бог ему показывает извини ты не один такой есть еще 7000 которые у меня есть почему ты думаешь что такой один иногда когда проблемы приходят у человека есть тенденция под давлением вместо того чтобы найти те которые еще есть у господа которые могут тебя поддержать ты уходишь в пустыне ты уходишь в одиночество но там дьявол тебя разорвет скорее всего или то что он сделал поэтому бог пришел говорит нет давай выходи отсюда давай выходи встали выходи у меня есть 7000 человек которые не знают даже не подозрев у меня 7000 еще есть которые могут поддержать ты не один такой еще или он думал что он лучше отцов своих он думал что раз есть у меня бог такие чудеса лучше мои отцы он говорит да я не лучше отцов потому что если бог тебя использует не думай что ты какой-то супермен просто милост божия и благод божия который на тебя есть поэтому я не лучше моих отцов я понял это поэтому первый пункт я бы сам показал что трудности они выявят кто ты трудности в семье они выявят кто ты трудности с детьми выявят кто ты трудности в работе выявят что ты смотришься так на ситуацию. Трудно. Как я отреагирую, как я проявлюсь в этой ситуации? Я не говорю о том, кто эту ситуацию провоцирует. Нет. Иисус говорит, вот князь мира, он ходит, во мне ничего не находит. Значит, это не запрещено, чтобы дьявол ходил. Это не запрещено, чтобы искусения приходили. Но в нас есть ли что-то или нет, вот ситуация. Это как эмон, как называется, магнит. Если внутри меня тут будет какой-то железяк, проведи магнит вот здесь. Если ничего нет у меня тут, магнит пройдет кое-каке в восемь раз. Ничего не пройдет. Но если во мне что-то есть, когда магнит будет проходить, то есть сила будет. Не потому, что я туда хочу, а потому, что там этот магнит нашел, что-то, которое во мне, в моей одежде, как есть, возможно. Или когда мы проходили контроль, прошел, все снял, все, что можно снять. Опять, что-то, снимайте обувь, молодой человек. Я снял обувь. Там были какие-то такие, там, увидите, то есть, это есть. Поэтому проблему выявляют, что внутри тебя. Так смотри на ситуацию, прежде всего. Не ищи виноватых, прежде всего. Ситуация пришла, посмотри, что эта ситуация показывала, что во мне есть. Есть жалость, есть одиночество, я прячусь под можжевельным кустом. То есть, можжевельное кустом, это дерево одиночества. Я прячу свое одиночество там, или как? Знай, что есть еще у Бога семь тысяч. Это образ, цифра, так я тебе просто говорю. Другие слова, есть еще у Бога людей, которые могут тебя поддержать. Не прячься. Потому что это как раз цель дьявола, чтобы там войдешься убить тебя. Но выйди, 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 выйди. Амин. Амин. Второе. Что показывает нам наши испытания. Испытания, они... Как правильно сказать? я еще останусь первым. Одну вещь хочу подчеркнуть. Смотрите. Испытания показывают, кто ты и кто я. в Библии. есть много примеров, много стихов, где люди попадали в трудностях. Но важно не как ты попадаешь в ситуацию, важно как ты реагируешь на ситуацию, в которой ты оказался, или ты оказалась, или я оказался. Это и есть секрет и ключ ко всему. Псалтир 3. Псалом. Третий Псалом. Первый стих. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, сына своего. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят, в душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мной. Слава моя. И ты возносишь голову мою. Глазом моим вызывай к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Смотрите. Царь Давид, он бежит, идет в преследование. Авесолом, сын восстал против отца. Взял там людей, и так далее, и так далее. Хотел его убить. Но смотрите, что делает Давид. Во время стресса, реакции Давида, что он делает? Он говорит, есть враги, их даже много, оказывается, что не только один, их даже много, больше, чем я друг, только один, но тут еще и эти, и эти, и эти. Он говорит, но глаза моим вызывай к Господу, и он следит меня. Это Псалом 3, я читал. Второй параллель по минамам, 20 глава, с первой по третьему. После всего мавичане и аммоничане и с ними некоторые из страны, манинские, пошли в войну на Иосафат и пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое изоморье, от Сирии, и вот они в Ицццох в Амаре, то есть в Энгеде. Написано. И убоялся Иосафат. Нормальный речь, он тоже человек из плоти и крови, как ты и я. Но что он делает дальше? И обратил лицо свое взыскать Господа. Амин! Объявили ему, что есть война. Есть люди, которые убиты. Есть другие армии, они там уже, это полчища. Первый речь, страшно, страх. Но страх после этого и что он делает? Он обращается к Господу. Псалом 108 3-4 Отовсулу окружает меня словами ненависти. Вооружается против меня без причин. За любовь мою они враждуют на меня. А я что делаю? Я молюсь. Понимаете о чем речь идет? Другими словами, когда попадаешь в испытание, одним из первых вещей молись. 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 Вопия к Богу атовсулу окружает меня. словами ненависти. Иногда. Это то, что говорили в начале. Ты служишь людям. Ты говоришь. Проповедуешь такую тему. И сидят и думают тебя в моей ситуации. Я бы смотрел, как бы ты проповедовал. Но тебе скажут, ты же не знаешь моей ситуации. ты не знаешь, мои сражения проходят, какие сражения я прохожу. Тебе как бы вызов бросает внутри сердца. Конечно, никто не говорит об этом тебе. Но эти слова они как бы ты будешь чувствовать. Если это ко мне пришло, оно есть у нас. Я знаю, что это подключение ко мне конкретно. Но я скажу, но это не мешать Богу служить. Люди хотят увидеть. Если прохожу, как ты будешь? Ты так же будешь наставлять? Твоих детях так же будешь наставлять? А там как святости, святости. своим детям, я иду с девушкой, она там тоже с парнем будет гулять или не будет гулять. Я скажу, я запрещу. В твоей семье были проблемы? Да, поверьте, были. Еще какие были? Но Бог милосиф, Бог благ. И до сих пор я благодарен Господу за Его милость. Мы вместе. Но мы прошли серьезные испытания тоже в своей семье. Серьезные когда уже все на грани. Да, 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 святые. Но мы вместе. Мы вместе. Я благодарен Богу, я благодарен моим служителям, моему пастору, благодарю Его жене, которые служили нам постоянно. Когда у нас был очень серьезный кризис. Когда ребенок пишет записку в церкви, записку, молитесь, чтобы папа и мама не развелись. Поэтому когда я проповедую, я проповедую вам не то, что я не пережил. Конечно, я не могу все пережить в мире, но кое-что, что-то и не нужно, чтобы я все пережил. Это не мое задание. Извините. Моя задача проповедовать вам Слово Божие. Они все переживают. Но я тоже кое-что прошел маленький, я кое-что прошел, поверьте. Я знаю, что Бог верен. Я знаю, что Бог верен. Он восстанавливает, Он поднимает, Он укрепляет. Бог верен, святые. Я это увидел в моей жизни, в моей семье. Я детально не говорю, но я говорю, что я прошел вот грани, вот оно, вот оно, грани, все. Слава Богу за служителей, которые приходили. Мой пастор, его жена особенно, просто садили нас. Говорили. Садили, говорили, говорили, говорили. И я имел почтение и уважение к моему пастору, это мне сильно помогло. Потому что если бы я не уважал его как мужа Божьего, если бы я не почитал его, я мог бы его не усерсоветить. Вот секрет. Если бы я не уважал его, и если бы моя жена точно не уважала его жену, это было бы кризис большой. И во время этого кризиса меня отслужили отстранение на какое-то время. Я не проповедовал. Я был в церкви. Я не служил в церкви, но я был в церкви. Я не служил, потому что нужно было эту проблему решить. И где-то полгода я не проповедовал, ничего не делал. Я делал все остальное административное, но я не проповедовал. Ситуация была, очень серьезная ситуация была, но Бог верен. Мы там не упали, там не-не-не-не. Серьезно. Поэтому, знаете, когда я проповедую, я вам, знаете, я не хочу в свою жизнь, чтобы вы говорили, он прямо герой. Я это не хочу показать как герой. Поэтому иногда приходится какая-то вещь говорить людям, чтобы вы поняли, что мы тоже что-то проходим. И я думаю, что я не один такой здесь. Многие из наших проходят такие ситуации, в разных сферах. Поэтому не нужно молиться, не нужно думать, что твой пастор прошел то, что ты проходишь, ты не знаешь, он проходит. Не нужно думать, что твой брат, который рядом, тоже прошел. Я бы смотри, как ты сказал бы, или твоя сестра. Если бы ты была быть в моей ситуации, я бы смотри, как ты бы реагировала. Так нельзя. Так нельзя, говорит. Ты желаешь другому злу. Это, это, это зло, как его. Это зло. Ты желаешь злу другому человеку. Почему он должен про это, что ты проходишь? Для чего? Нужно ли это? Зачем? Зачем? Смысл? Это зло. Это от дьявола. Это от дьявола. Это от дьявола. Это зло. Которое нужно убрать. Потому что каждый что-то проходит. Просто иногда люди приходят. Это просто отношение с Богом. Твоя вера. Иногда ты приходишь на собрание. Честно. Тоже жду тебя. Я считаю, жду тебя. Дома нет ничего кушать. Ты приходишь со мной. Ты берешь микрофон. Служишь с радостью. Люди не знают твои проблемы. Просто есть люди, которые привыкли говорить всегда. Смотрите. О, у меня то, у меня то. Есть люди, которые говорят, но не всегда. А мы научены. Мы должны знать. Иметь чувствование, чтобы смотреть на нужду другого. Если ты почувствовал, иди восполни втихоряк аккуратно. Благослови. Амин. Но не жди, пока он будет рад здесь и падать. Помогите. Все, умраю. Не надо это ждать. Реагируй. Посмотри. Поэтому в церкви я верю, что если у кого-то есть проблема, Дух Святой обязательно позаботься, чтобы хоть кто-то почувствовал, чтобы хоть какой-то помощь оказал. Потому что мы есть семья, но я не думаю, что есть какая-то ситуация, и Дух Святой, никто ничего не будет чувствовать, ничего. Но я как-то не верю в это. Я могу не чувствовать, но ты можешь чувствовать. Амин. Если я пастор, то не за что я имею привилегию всего знать. Нет. Ты, брат, можешь быть более открыт для этого, и Бог тебе показывает, когда ситуация, иди, помоги, помолись и так далее. Но действуй. Амин. Поэтому я вам немножко говорил о себе, о своей семье. Мы тоже прошли, поверьте. Ой, Господи Боже. Слава Богу. Я благодарен своей жене. Честно. Я очень благодарен моей жене за то, что мы прошли. Поверьте, это было что-то ужасное. Это было что-то ужасное. Ну. Если сразу. Мы не упали, там ничего. Не, не, не. То есть, да. Мы же вместе вместе с тех пор. Так что все в порядке. Просто было определенная ситуация, определенная обстоятельства. Понимание, непонимание. Все это вместе, вместе. Притирание, знаете. Затирание, притирание. Перепирание, знаете. Все вместе. Тогда, знаешь, ты сможешь на ребенок. И ребенок пишет, знаете, записку. Ребенок, вот, я в этом школе, где-то 4-5 лет, там, записку. Чтобы папа с мамой не развелись. Молиться. Боже. Как это так? Как это так? Поэтому это важно, чтобы вы понимали эти вещи. Мы тоже через это проходим. Вы тоже проходите. Но никогда не желай своему ближему оказываться в твоей ситуации. Это от дьявола. Это прямо от дьявола так хочет. Да. Это, я даже не знаю, как квалификация. Это нет. Но это Бог мне открыл это, когда был там в Перу. Я об этом сказал Руслану. Я не знаю, почему. Я говорю это. Я не то, что я знаю, что нет. Я просто говорю то, что я получил. Я ему сразу сказал об этом. Это грех. У каждого есть свои ситуации. У каждого есть своя жизнь. У каждого есть свои голяфы. Поговорю мне, если я тебе вытащу мои голяфы, поставлю тебе, вполне возможно, что ты не сможешь с ними сражаться. Но если Бог даст мне твои голяфы, вполне возможно я тоже убегу куда-нибудь. Это так. У каждого своего голяфа шить по размеру. У каждого голяфа шить по размеру. По твоему размеру твой голяф шить. По мне мой голяф шить. Я должен за тебя молиться, поддержать, но не зла. Развод, да? Не желать. Амин. Амин. Поэтому, когда трудности, когда эти слова, как написано здесь, отовсюду окружили меня, словами ненависти, как разными словами, мыслями и так далее, вооружаются против меня без причин. Или против себя без причин. Не бойся. Иди молись. 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 И еще раз. Молись. Амин. 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 По поводу молитвы. Столько всего есть. Хорошо. Дальше пойдем. Второе. То, что самое важное. Это показывает тебе твое окружение. У меня еще есть мои 15 минут. Хорошо. Твое окружение показывает тебе. Испытание. В твоей жизни. Прежде всего показывает тебе самого. Самого себя. То есть, как ты реагируешь. Но лучшая реакция – это молиться, к Богу прибегать. К Слову Божьему и к Богу. Молитвы. Слову Божьей. Помощь Духа Святого. И братья. То есть, как я скажу, не одиночеством. А есть еще другие 7 тысяч. Которые есть. Второе. Испытание показывает тебе твое окружение. И я возьму историю из 2-го царства. 15-я глава. Когда о Весоломе. Мы читали с вами Псалом 3. Когда это Псалом написано, когда Давид бежал от Весолома от своего сына, который восстал против отца. И эта история, она очень поучительная. Очень-очень-очень поучительная. Второе царство 15. 13-14 стихи. Донесли Давиду, что сердце эзолитян уклонились на сторону Авиасолома. То есть, Авиасолом какими-то хитрими маневрами, он там стоял у ворот, уговаривал людей, как-то показывал, что он лучше, чем отца. То есть, я вас высушиваю, у меня больше времени. Он у вас, ну, знаете, всякими такими вещами. И сердца людей, он как бы вкрался в сердцах людей и уговорил людей за ним идти. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авиасолома. И они убегали. 30 стих. А Давид пошел на горе Еленскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой. Босой, да, или как? Как правильно? Босой, босой? Босой, хорошо. Он шел босой. И все люди, бывшие с ними так же, покрыли каждую голову свою, шли и плакали. Представьте, царь, он это не прочитал. Он это не вычислил. И вдруг, говорит царь, все, если сейчас ноги не слил, если ты не убежишь, тебе конец. А кто там? Авиасолом. Кто, кто Авиасолом? Да, да, Авиасолом. Твой сын, который из твоей утробы, он поднял восстание. И сейчас на тебя. Он убегает с народом. То есть он в шоке. Он не понимает, как это так? Он плачет. И все с ним плачут. И так далее. И написано, что дальше. 16 глава. 5-6 сих. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саунова по имени Семей. Он шел из Лосовила и бросал камнями на Давида и на всех рабовцах Давида. Все же люди и все храбрые были по праву и по левую сторону царя. Был такой человек Семей. И когда я говорю о нашем окружении, я говорю, первые это люди, которые имеют синдром Семей. Синдром Семей. То есть не Семей, как бы это дух Семей, который есть. Эти люди, они есть в обществе, они есть на работе, они есть в церкви. Нет разницы. Эти люди, они есть в нашем обществе. Это что за синдром такой? Это человек, который в своем сердце он осудил Давида. И Давид убежал. И это обычно люди обиженные, но которые хотят стать борцами за свободу. Семей, он был из рода Саула. Саул бывший царь. Поэтому он поддерживал Саула. И когда Давид пришел у власти, не потому что Давид хотел, это был уже выбор Бога, это была ошибка Саула самого. Давид там ни при чем. Но Саул стал царем. Но Семей столько времени Давид царствовал. Минимум. Смотрите, Давид же его не убил. Хотя обычно в то время, когда новый царь приходил, он мог уничтожить все, как сказать, все родное того. Но он же был жив. То есть тебя не убили. Но все это время, где-то лет 15-18, как историки говорят, он таил внутри себя. Все это время он был под доним Давида, но он таил внутри себя злость на Давида. Он ходил. Это люди, которые выжидают твое падение, которые выжидают твою ошибку, которые я посмотрю, как он запоет, я посмотрю. Это люди, которые как Семей. И когда Давид был вынужден бежать, он нашел, вот мое время, буду добивать. И он взял камни и бросал и пыль, и камни на царя, который в бегстве. Хотя с правой стороны и с левой стороны у царя были храбрые люди, которые даже один сказал, разреши мне, я сейчас его голову отрублю. Давид сказал, не трогай его. Если сын мой, который из моего утроба на меня поднялся, поднял свою руку на отца, тем более этот человек, ну что ты на него? Не надо. Есть люди, которые имеют этот синдром. Они имеют свои разочарования по жизни. У них есть какие-то вещи, которые не получат в жизни. И они это прячут внутри себя. И они хотят быть борцами за свободу. И здесь не так, и здесь не так, и там то. Вопрос не в том этом. Вопрос, потому что эти люди всегда были таковыми, они просто прятали это внутри глубже. Почему? Потому что следующая глава, есть две главы, когда Давид, он потом, когда вопрос решился, он вернулся и возвращаясь, знаете, кто его первый встретил? Не. Семей, поменять цвет одежды. Ну, имейте в виду, люди, которые меняют цвета по обстановке. Именно этот человек, он первый вышел, сейчас я вам покажу, именно он первый вышел на, как его, второй часа, 19, 15-23. И возвращся царь, и пришел к Иордану, и иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя, и перевезти царя через Иордан. И поспешил семей, сын Герри, веняминтян из Баку-Рима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из Венямин с ним, и Сива, слуга дома Солову, с 15 сыновьями своими, и 20 рабами своими. Да, хороший человек, с 15 сыновьями, да. И перешли они, Иордан, предыдущим царя, 18 сих. Смотрите, когда переправили судно, чтобы перевезти дом царя, и послужить ему, тогда семей, сын Герри, пал пред царем, как только он перешел в Иордан. Прости меня, типа, что я не знал, это люди, которые поменят шапки, кто там? Красный! Красная шапка есть. Белый! Развернул, в другую сторону, белый шапка есть. Тот же человек, который камни брал, бросал пыль, кричит, он же, через время, первый приходит на встречу. Есть такие люди. Это люди ситуации. Это люди, это ненадежные люди, одним словом. Но они всегда будут, и они есть вокруг тебя. Люди, которые будут меняться, они есть. Но у этих людей есть шанс покаяться и меняться. Всегда есть шанс. Но есть такие люди. И нужно учиться с ними работать и жить. Довид. Довид же не убил его. Говорит, нет, я тебя не убью. Потом он вышел. Знаете, почему он вышел? Он попросил, обещай мне, что ты меня не убьешь. Он попросил Давида, если там ниже почитать, он обещал Давида, если там 19, там вот, написано об этом. И Давид дал клятву, что я тебя не убью. 23 сек. Потому что он знал, что то, что он отворил, это было неправильно. И Давид просил его. Но, конечно, Давид просил хорошо, потому что в конце, когда он умирал, Гавид говорит своему сыну, ты вспомни семейку, то, что он там не делал, пожалуйста, накажи ему. Но это другая ситуация. Ты не умрешь, и поклялся ему царю. Вот то, что он хотел на самом деле. Не потому, что он начал почитать царя. Он боялся просто за смерть. Его сердце так и осталось таким же. Это не покаяние. Он хотел просто, чтобы не попасться в смерть. Есть такая категория любви возле тебя. Люди с синдромом семьи. Они все равно не довольны всем. И это не так. И цвета не так. И, я не знаю, колонка не такая. Микрофон не такой. Боже мой, все не так. Как-то не так. Но хоть что-нибудь так есть, да, я. Ладно, хорошо. Хорошо. Ладно, 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 хорошо. И есть еще другой. А, Боже мой, такое слово. Есть близкие люди. Смотрите. Я сегодня читал его. Я, я, я просто буду в шоке. Боже мой, как это? Близкие люди. Второе царство, 15 глава, стих 12. Да? Нет. 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 имя там, он был советником Давида. То есть у Давида был советник. И имя его было Ахитофел. Хорошее имя. Хороший советник. Если у тебя будет сын, Ахитофел. Хорошо. Первый. Второй параллель по минону. И третий кроник. Не, не, не. Ладно. Хорошо. Ахитофел. Советник царя. Смотрите. Я говорю сейчас о близких, которые в Урожайстве. Смотрите. Первый параллель по минону. Второй царство. Давайте. Давайте. Первый параллель по минону. 27-33. Ой. Дребят. Первый параллель по минону. 27-33. Есть. Смотрите. Ахитофел был советником царя. Хуси архитянин другом царя. Вот. Нам показывают два человека. Один советник, другой друг. Это близкие люди царя. Смотрите. Насколько Ахитофел был важным. Читайте. Второе царство. 16-23. Второе царство. 16-23. Смотрите. Насколько Ахитофел был влиятельным и важным. Второе царство. 16-23. Смотрите. Советы же Ахитофел, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Вы понимаете, уровень, который у него был. Его совет настолько была мудрость. Это было как если сам Бог тебе ответил. Ты у него спрашивал совет. Поэтому он был один из советников Давида. Из его уса совет как сам Бог. Один советник, другой друг. Но эти два человека, которые близкие, сыграли две роли в его жизни раковые. Как сказать? Противоположные. Ахитофел мучает об этом. Когда было в джетопереношение, Авиасолом позвали его, они сделали заговор. Помощник перешел в сторону Авиасолома. Когда есть проблемы, трудности, тогда и близкие выявляются, кто есть близкие, кто не есть близкие. Иногда. Тогда ты видишь настоящие лица людей. Иногда. Проблемы возникли у Давида. В этой оказывается его помощник. Первый помощник его был в заговоре. Он пошел за Авиасоломом. И насколько ужасные советы у него были. Он говорит Авиасолому. Знаешь, что нужно делать? Тут просто, я не знаю, молодежь, но хорошо. Первым делом надо опорочить после своего отца. Иди, ложись со всеми женщинами своего отца. Наложи самими своими. И они построили как домик в центре города. Чтобы это происходило на глазах у всех. Почему? Потому что это был путь невозврата. после того, как ты уже открыл ноготу отца, возврата назад нет у тебя. Это то, что он хотел. Потому что он подставил Авиасолом этим советом. Авиасолом уже не мог назад вернуться, потому что то, что он совершил, все, никто его, ну как... И второй совет. Он говорит, теперь, если люди там и там и там, сейчас Давид уставший, я еще возьму людей, я догоню и я убью его. Представьте себе. Ты же был помощником столько времени. Ты же был рядом со мной, дорогая сестра, дорогая подруга. Теперь моя ситуация, я теперь вижу твое лицо настоящее. Теперь оказывается, кто подруг, кто не подруга. Проблемы они выявляют истинность. Истинность тех людей, которые окружают тебя. Их лица выявляются, кто они на самом деле. Они, как говорят, которые, ну, которые моментами пользуются, забыла. Ну, хорошо. Которые просто моментами пользуются или нет. Вот, видно. Но другой Хуси, который был другом. Смотрите, два человека, которые представили, мы читали с вами, пара репоменом, был друг и был советник. Советник перешел в ту сторону. А друг Давид сказал другу, пожалуйста, я знаю, что мой помощник туда перешел. Тогда, Хуси, ты, пожалуйста, иди в город. Будь там. Будь моим тайным агентом. И именно Хуси спас Давида. Почему? Когда Ахитофел сказал совету Авесолому, чтобы догнать и убить, Хуси пришел и Авесолом у Куси спросил, как ты думаешь? И Куси сказал, нет, 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 сейчас не надо. Подожи еще какое-то время. И пока он сказал ему так, он потом гонцов посадал тайно. Сказал, Давид, убегай оттуда. Они знают, где ты находишься, и они там тебя убьют. И это спасло Давида. Два человека, которые были рядом с ним, пришла ситуация, две лица разные. Один хочет добить, другой хочет помочь. Но они были рядом с ним. Они были рядом. Поэтому будь внимательна, кто тебя окружает. Будь внимательна. Я не говорю, что подозревай всех. Нет. Просто будь внимательна, это два человека. Нет ближнего, чем у кого уста, как у Бога, совет спрашивали. Он был рядом. И друг тоже был рядом. Но когда возникла ситуация, вот, советник первый даже предложил догнать и убить. Не висолом, он говорит, я догоню, я убью. А друг, который был, он там был, он сказал, нет, царь, пока не надо, все, все, Я там тайно, давайте многие делайте, пожалуйста, убегать, как только можешь, потому что завтра он удержал их, пока те убегут. И потом, когда об этом узнал Акитофел, он повесился. Акитофел, это прообраз Иуда из корот. Оба повесились, оба предали друг. Об этом говорит, человек, который ел со мной, он поднялся на пяту против меня. Это о нем как бы речь идет. Иисус тоже говорит об этом, об Иуде уже говорит об этом. Давид говорит в Псалмах, он говорит речь об Акитофел. Иисус говорит об Иуде. Люди, которые близки. Если первый там как его синдром, который мы говорили, который обижен постоянно, если семей, он не может тебя достать, чтобы убить тебя, он может только на расстоянии камни кидать. Акитофел может достать, он рядом с тобой. он рядом, он может прямо даже убить. он может даже убить. Поэтому когда мы попадем в ситуацию, дорогие, смотрите, молитесь. Когда ты молишься, Бог тебе открывает. Иисус все были в молитве. Поэтому когда мы попадем в ситуацию, Он знал, один из вас предаст меня. И когда Иуда пошел, он говорит, вот, иди, иди, а то, что ты хочешь дил. То есть, Бог тебе откроет кто есть кто. молись Богу. Бог тебе откроет, Он вскроет тебя, ты увеличь это. Иисус знал за Иуда. Когда Иуда взял деньги, он говорит, а тебе подумали, что он пошел, иди купи хлеб. То, что делаешь, делай скорее. Иисус говорит такие слова. Иисус думает, а, Иисус сказал, иди покупай что-то. Нет. Иисус понимает, о чем он говорит, и Иуда понимает, о чем он говорит. Оба понимали друг друга, о чем речь идет. Другие думают, что он пошел купить пищу, наверное, или там деньги. Он говорит, нет. Бог тебе может открыть и показать. Будь внимательен в твоих ситуациях, в твоих кризисах, когда проблемы, а твое окружение, какие советы приходят. Все эти вещи. Будь внимательным, всегда молись, взвешивай, будь Вадим Духом Святым, взвешивай, не торопись, потому что помощник, не торопись, потому что это друг. не торопись, молись, имей водительство, имей от Бога водительство, имей от Бога водительство. Амин. И последнее, я просто эту примеру сокращу, потому что я просто не хотел вам сказать, что слава Богу, что есть как его помощник. Если бы не Авесолом, Давид бы не узнал о первом, как его, который был где? О семье. А как его? О семье. И о? Как это фея. Так что временами, слава Богу за Авесолом. Амин. Временами, не то, что мы ради, что есть, но Бог будет использовать это в лучшем, что ты увидишь, и ты получишь благо в этом. А то мы этими таились там постоянно, то мы давали бы советы. И после советы, иди и убейся, иди попей эту воду, и оказывается, это яд будет. Но Авесолом дал проявиться все, что нужно было проявиться у всех. У Иова такая любовь уже не была. Такая семья примерная. Она была лидером церкви. Это уже мой перевод. Современный. Нет, просто есть сильно дальний, то есть сильно дальний перевод, есть современный перевод. Тот сильно дальний, а мой современный. Любовь такая. О, моя жена, о, мои дети, о, любовь, дорогая, любовь, Бог, Бог велик, Бог, ай, хорошо. До тех пор, пока не пришли испытания. И жена, которая была лидером церкви, жена, которая была духовная сестра, да, знаешь, дорогой, похули этого Бога. Иди с миром в мир иной. О, мы же с тобой вместе пели в прославлении. Я еще похули, похули этого Бога, все уже. Вы понимаете, о чем? Жена, которая была, дорогая. Мы с тобой помолимся. Это значит, мы пройдем-то. Не, похули это все, и ты умрешь себе. А за себя ничего не говорит. За хуй похули и умрешь. А за себя, не, молчишь за себя. Жить будет, а ты умрешь. Если бы не испытание, Иов никогда бы не узнал жена, а его друзья, которые приходили. Ну, ну, давай, Иов, ты же правильный. Ну, давай еще, давай. Знаете, иногда эти трудности, которые у нас возникают, эти ситуации, они многие показывают вещи. Они многое показывают нам. Давайте будем мудрыми, будем уповывать на Бога, молись, пусть Дух стоит открывает, но будь осторожен и внимательен. Будь осторожен и внимательен. Настолько важно, чтобы с женой вышли вместе, в одно направление. Настолько важно, чтобы иметь один дух. Настолько важны какие-то вещи. Чтобы потом, последний момент, не было поставок. А я так не говорил. Когда мы служим, служим, когда мы думаем, ба, ничего нету, то, то, дорогой, дорогая, ничего такого нету. Ну что, иди, зарабатывай. Как и все, хватит меня тут служить. Чтобы таких вещей не было. Понимаете, о чем речь идет? Чтобы таких вещей не было. Надо вместе идти, уже договариваться, молиться об этом. надо молиться об этом. Дорогой, ты же давал совет, ты же давал обет, ты же давал обещание, 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 ну, посмотрим. Ты же давал обещание Богу, что мы будем служить дальше. Как это так? Так, хватит. Железо, железо острит. Кто-то должен между вами, чтобы друг друга, ну, как его? Железо, железо острит. Ну как? Если кто-то потупил, ну, извините, такое выражение, другой должен, ну, заточить. А если другой потупил, ха, тупее еще! В смысле? Это важно, дорогие. Амин, давайте встанем. Последнее, просто, ситуации в нашей жизни, они показывают, кто твой Бог. Амин. Что Он всемогущий. Авраам сказал, после Егова и Ре, после того, как Бог совершил что-то. После Авраам сказал, и говорили, ты узнаешь о своем Боге, когда ты проходит ситуацию, потом ты встаешь в сторону, ты смотришь. Это же было Красное море. За нами были египтяне. И ты там стоишь, и ты смотришь. Они все, только тело их. Только тело их. По реке. И тогда, даже Мариам, начнет петь. Даже Мариам начнет петь, и хороводи начинаются. Потому что мы осознаем величие нашего Бога. Мы видим силу нашего Бога. Поэтому твои ситуации, они показывают тебе, на выходе, кто твой Бог. У кого есть ответ. У кого последнее слово. Пока Бог не поставил точку, все остальное это запятые. Точка, совет Бога. Уповай на Бога. Доверяйся Богу. Любая ситуация, любая ситуация. Первый, ты узнаешь, кто ты. Второй, ты узнаешь твое окружение. И третий, ты узнаешь, насколько Бог твой велик, и милосив, и прекрасен, и чудесен. Амин. Воздачи Богу большую славу, пожалуйста, церковь. Халлилуйя, Иисус. Халлилуйя. Прошу прощения за то, что долгое время, но тему просто не хотели ее отрезать. Это очень важно. Есть большая пища, возможно, твердая, но это нужно. Это Бог мне дарит слово, потому что я не могу об этом не говорить. Амин. Поэтому пусть Бог укрепит каждого из нас. И сейчас у нас будет хлеб. Пока готовятся, мы будем молиться. Просто подними свою руку. Просто молись Богу. Ты услышал слово сегодня. Ты можешь себя где-то найти, возможно. Возможно, ты в первое имя. Возможно, ты семей. Возможно, ты Ахитафель. Возможно, ты Хуси. А возможно, ты Енофан. Возможно, ты Давид. То есть, есть много, то есть, где-то каждый из нас мы там где-то находим себя. Но послушайте, есть Бог, который здесь. Амин. Есть Бог, который здесь. Халлилуйя. Мы прославляем Твоё имя. Господь, мы благодарим Тебя. О, Господи Боже, мы благодарим, что, проходя даже долины смертной тени, Боже, мы открываем в них источники. Халлилуйя. Библия говорит, когда мы проходим долины, мы открываем в них источники. Мы открываем в них источники, проходя трудности, проходя проблемы. Господь Бог, ты всегда показываешь себя, как Егова и Рей. Бог, знамя победы. Халлилуйя. Ты показываешь Его. Егова, Егова. Низи. О, знамя победы. Господь Бог, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Мы благодарим Тебя, что, когда мы проходим трудности, ситуации, различные вещи, Ты нас не оставляешь, Господи Божий. О, косысь наши сердца. Пусть, Боже, мы не будем, Боже, эти семьи. Боже, пусть мы не будем, Господь Божий, Ахитофель. Боже, дай нам, Боже, быть хуси. Дай нам, Боже, быть такими, Господь, которые друг друга поддерживают, которые помогут, которые поддержат, Господь Бог. Ребо, Сен, Рефрор, О, Господь, Боже, Господь, 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 наполняй нас, проси нас, Господи Божий, если мы замышляли против брата, против сестры, если мы хотели, Господь, что в своих мыслях мы говорили, мы думали, что пусть он повредит в моих ситуациях, Боже, это грех, Боже, мы раскаиваемся в этом, мы раскаиваемся в этом, Боже, если мы хотели зло другу, если мы хотели зло сестре, если, Господи Боже, мы говорили ложь, если, Боже, мы сплетничали просто, если, Боже, мы, Господи, скандалили, Господи, прости нас, пусть крови Иисуса омойт нас, пусть крови Иисуса очистит нас, Господи Боже дай нам иметь Дух Твой дай нам иметь иной Дух дай нам иметь Дух Твой, Господи Дух Се Твой Господи, дай нам иметь Твой Дух дай нам и Господи иметь Твой Дух пусть наши сердца будут чистыми, Господь дай нам иметь покаяние Дай нам, Господи Божий, иметь покаяние Настоящее покаяние Дай нам, Господи Божий, иметь покаяние Настоящее покаяние Мы благодарим Тебя, Господь Бог Мы славим имя Твое Мы славим Тебя, Иисус Мы славим Тебя, Царь Царей Мы славим Тебя, Бог Бог О, Боже, мы благодарим Тебя, Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не убегай во свое одиночество Не прячься в проблемах Есть семь тысяч, которые готовы поддержать тебя Благодарим тебя, Господь и славим твое имя Благодарим тебя, Иисус Благодарим тебя Аллилуйя Аминь Аминь Аллилуйя Бог благ На самом деле, Давид не умер в этой ситуации Послушайте, Ахитафей он умер Это семей Тоже умер Абесалом Тоже Давид воцарил Они все это не пройдут Ты останешься, Аллилуйя Ты получишь от Бога то, что Бог тебе обещал Ты не умрешь в этой ситуации Верь Богу Стой на Слове Божьем Стой на Слове Божьем Стой на Слове Божьем Аллилуйя О, Ренда Божьи Спасибо тебе, Иисус Спасибо Бог благ и Он милосив Он благ и Он милосив Бог здесь На самом деле, прими важное решение Мы говорим о личности Если там, где ты себя нашел В каких-то других личностях Если у меня покаяние Ты можешь покаяться И пойти Правильным путем с Богом Амин И сейчас у нас будет Клевое преломление святых Аллилуйя Аллилуйя, Иисус Мы благодарим тебя Мы благодарим тебя, Господи Божий Мы славим Твое имя Спасибо, Господи Твое присутствие среди нас Спасибо, Господи Божий За Твое присутствие Ты здесь, Дух Святой Настолько это ощутимо Ты здесь, Дух Святой Мы благодарим тебя И, Господи, мы хотим Как печать Участвовать, Божий В преломлении Чтобы запечатать это слово Чтобы сказать Да, мы приняли это слово Мы приняли определенные решения Мы сделали определенные выводы И, Господи Божий Мы будем за Тобой идти Спасибо Тебе Господи, мы благословляем За этот виноградный сок, Господи Который есть прообраз Твоей крови В Твоей крови Есть сила для победы В Твоей крови Есть исцеление В Твоей крови Есть сила Господь Бог Для свидетельства Спасибо Тебе, что мы получаем Божественное здоровье Исцеление в наших домах В наших телах В нашей церкви Исцеление приходит В наших домах Везде, Господь Для нашего города Для людей Твоей исцеление Для нашей церкви Господь, спасибо Тебе Мы превозносим Тебя О, Господь, спасибо Тебе Благи Бог Мы любим Тебя Благи Бог Мы любим Тебя Ты здесь Благи Бог Мы любим Тебя Ты здесь Спасибо Тебе Мы благословляем Этот виноградный сок И мы благословляем Этот хлеб Во имя Иисуса Христа Боже Принимай это верою Пусть чудеса происходят Освобождение, Господь Чудеса происходят, Боже в домах, в семьях, Боже. Пусть Твои чудеса происходят во имя Иисуса Христа. Боже, пусть восстановление происходит внутри. Внутреннее исцеление. Пусть одиночество уходит, Господь. Боже, пусть мы уходим из своих кустов, Господь Божий. Из своих можжевельных кустов, Боже, мы убегаем оттуда. Боже, дай нам увидеть эти семь тысяч. Дай нам увидеть, Боже, эти семь тысяч, Господь. Дай нам их увидеть, Господи Божий. Дай нам увидеть их, что они есть у Тебя. Что они есть у Тебя. Что они есть у тебя, Господь. Мы благодарим Тебя и славим Твое имя. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. Халлилуйя. Мы благодарим, Господь, Бог Тебя. И мы славим Тебя. Спасибо Тебе. Потому что вы можете взять и отнеси, пожалуйста, раздать. Халлилуйя. Халлилуйя, Иисус. Халлилуйя. Потому что возьмите каждый хлеб. Иисуса, о лишь кровь, Иисуса, омывает белее, чем снег. Кровь Иисуса, о Христов, Иисус. Лишь кровь, о, лишь кровь, Иисус, о, лишь кровь Иисуса. Иисуса, омывает белее, чем слава, слава и хвала. За кровь Твою, слава и хвала. За кровь Твою, слава и хвала, за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала, за кровь Твою, 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 слава и хвала. Слава и хвала, за кровь Твою, слава и хвала, за кровь Твою, слава и хвала. О, халлилуйя! О, халлилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Господь, мы благословляем этот хлеб, который есть прообраз Твоего тела. Мы благословляем, Господи, Боже, этот хлеб, который есть тело Твое, Господь Иисус. Господи, мы благословляем этот хлеб, это Твое тело. И мы благословляем, Господи, Боже, этот виноградный сок, который у нас есть, Господь. это есть твоя кровь это есть твоя кровь который пролила за нас на голову которая мы вала нас господи боже твоя кровь иисус твоя кровь дай на боже иметь осознание дай нам господь божий бежать от греха дай на боже бежать не имеет дух вас иторожное однофрик господь это тукс и cual спасибо господи дай нам господи о боже боже базе до и нам жить в чистоте это на мжи в мире а тает позже добро им отмерить себя да на болжей поддерживать друга друга дай на може умет любовь церкви поддержку церкви fighting у suppo боже на тупой здание между нами тайном и митей ди STEPA но ни разделение не разъединение, не от Духа Весолома, не от Духа Весолома. Мы разрушаем этот Дух во имя Иисуса. Мы идем против Духа Весолома во имя Иисуса. Мы идем против Духа Весолома во имя Иисуса Христа. В семьях, в семьях, когда чужие женщины играют с мужчинами, когда мужчины начинают лестеть женщины, мы разрушаем это во имя Иисуса. Мы разрушаем это во имя Иисуса Духа Весолома Дух разделения Дух бунта Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Мы разрушаем Духа Весолома Во имя Иисуса И мы разрушаем Дух Езавели Который убивает пророков Который идет против пророков Просит помазанника После помазания Мы идем после этого Духа Тоже и завели во имя Иисуса Во имя Иисуса Христа И мы призываем кровь Иисуса на церковь Кровь Иисуса на каждом из нас Кровь Иисуса в нашей жизни В наших домах В наших семьях На работе В бизнесе Везде Кровь Иисуса Кровь Иисуса Кровь Иисуса Кровь Иисуса Аллилуйя Благодарим тебя Господь Благодарим тебя Господь Благодарим тебя Господь И мы разрушаем также Дух Авесалома Между церквями Между церквями Мы разрушаем этот Дух Авесалома Мы разрушаем воздействие Духа Во имя Иисуса Христа Разрушаем этот Дух Авесалома Разрушаем Дух Авесалома Во имя Иисуса Аллилуйя Благодарим Тебя Господь Благодарим Тебя Амин И пожалуйста у нас есть хлеб И у нас есть виноградный сок Просто верою Раздали, да? Верою Просто возьми хлеб, вкуси Просто верой Ты примешь тело Христа Для твоего исцеления Для твоей победы Для победы твоей семьи Для победы твоих детей Для победы твоей церкви Для победы примет хлеб и вкуси Это тело Христа Мы благословим этот хлеб Это тело Во имя Иисуса И пусть жизнь Божья будет в нас И мы будем едины Он был Преломлено Чтобы мы были вместе Мы вкушаем Мы вкушаем Каждый кусочек Но это мы вместе Потом они как бы притягиваются Как магнит Притягиваются И мы вместе Вкушай Вкушай С благоговением Перед Богом Хлеб Халлилуйя Халлилуйя И у тебя есть Виноградный сок Это прообраз крови Креста Написано В откровении Что они победили его Кровью Ангца И словом Свидетельства Победа твоя Из пустыни Победа В твоих Ситуациях Послушай Она прежде всего В крови Победа В крови Победа твоя В крови Иисуса Христа Амин И в этой крови Также есть исцеление Для душевных ран Есть много ран Которые Не внешние А не внутренние Пусть исцеление Происходит И внутренние И внешние Пусть сила Божия Сойдет на тебя Во имя Иисуса Христа Пожалуйста Можете Халлилуйя Иисус Благодарим тебя Господь Иисус Благодарим тебя Господь Благодарим тебя Просто Благодари Господа Верой Благодари Просто Благодари Благодари Господа Ты еще не видишь Но ты уже Начнешь Благодарить За исцеление Ты еще не видишь Ты уже Начнешь Благодарить За прорыв Ты еще не видишь Ты уже Начнешь Благодарить За то Что он Иисус Он восстановил тебя Ты внутренний Иисус Он дал тебе Силу Он дал тебе Выйти из могилы Благодари Благодари Заранее ты уже благодаришь ты уже не шумал ты уже благодаришь ты уже пережил ты уже благодаришь Аллилуйя просто благодарю благодарю тебя Иисус просто я благодарю просто я благодарю 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 Аллилуйя Аллилуйя О Иисус благодарю тебя Иисус просто я благодарю просто я благодарю благодарю тебе Иисус благодарю благодарю тебе Иисус благодарю тебя Иисус благодарю просто я благодарю 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 тебя Иисус Благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю. Аллилуйя, воздайте Иисусу славу, воздайте Иисусу славу Он здесь, Аллилуйя, Иисус Господь, Иисус Господь, Амин, Аллилуйя, Аллилуйя. Не мой путь. Бог, Он и так об этом знал, любовь и уверование. Он и так тебя знает. Важно, чтобы всегда у тебя были старания. Когда ты стараешься, даже когда ты спотыкаешься, но когда ты стараешься, это то, что Бог учитывает. Правильное осознание и понимание Божьей любви поможет тебе в отношении к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok